Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Глава Республики Рашид Темрезов и руководитель Росавтодора Роман Новиков в ходе встречи обсудили вопрос о развитии дорожного строительства в регионе. Было отмечено, что в 2021 году более 25 километров федеральных трасс Карачаево-Черкесии были расширены до четырех полос. Капитально отремонтированы два участка трасс от въезда в Черкесск со стороны Пятигорска и от моста через Смертную Балку до съезда в село Садовое. Также в этом году начнется ремонт большого участка дороги. Уже в апреле дорожники приступят к расширению до четырех полос 12 километров подъезда к Черкесску. На встрече также обсудили перспективный проект строительства участка автодороги в объезд республиканской столицы. Рашид Имрезов отметил, что качественные безопасные дороги имеют большое значение для развития региона, туристической и инвестиционной привлекательности. И мы намерены при поддержке федерального центра довести их до совершенства, что будет способствовать решению главной задачи сокращению ДТП. Гриб, не зависящий от санкций, в России все чаще реализуются проекты по их производству. Они попали в список санкционных товаров еще в 2014 году. Инвесторы, увидевшие в этой нише свои перспективы, за несколько лет анонсировали проект на десятки миллиардов. Причем вначале они фокусировались на выращивании шампиньонов, но некоторые специализируются и на вешенках. Для ценителей и любителей полакомиться ими это хорошая новость. Так их проще найти в любое время года и не обязательно идти в лес. О том, в какой степени затратно содержать теплицу, а также на сколько популярные грибы у жителей нашей республики узнавала Альбина Ламкова. Многие опасные для человека грибы трудно отличить от их седобных двойников, но не для Рамазана Узденова. Саж сбора даров леса у него больше полувека. Знает о грибах все. И не только где, когда и как собирать, но и перспективу их выращивания в теплице. Особенно для тех, кто не может решиться на грибную охоту. Выращивание грибов на самом деле не такая уж и сложная задача. Главное следовать некоторым правилам. И вы всегда будете обеспечены ими. Легче и проще всего ухаживать за вешенками, которые развиваются на грибных блоках. Их основа лузга подсолнечника. Поэтому их с уверенностью можно назвать экологически чистым продуктом. В Ростсельхозцентре Рамазан Узденов трудится технологом больше пяти лет. Это тот случай, когда работа в радость. Он с большим удовольствием рассказывает не только о том, как собирать в лесу грибы, но и как получить хороший урожай. Вот выращивать плодоношение, вот идут грибы. И начинаем смотреть за температурой. Мы должны с 30 градусов температура спускать до 13 градусов, чтобы они уже начали плодоношение давать. Это важная процедура для получения богатого урожая грибов. После чего вешенки довольно-таки активно, почти как почки весной, прорезываются из мешков и начинают расти. Такие грибы хорошо напитаны естественной влагой. Если не сорвать их в этот период, урожайность падает на 3-5%. Но это просто один нюанс, который не следует упускать. Так-то они неприхотливы, не нуждаются в тщательном уходе. Их культивирование не требует крупных денежных затрат. Поливают чистой водой, без всяких примесей. Специальная техника, которая следит за температурой, за влажностью, время полива. И у нас вот в этом боксе микроклимат соответствует тому микроклимату, который находится в лесу. И благодаря этому у нас растут свежие грибы вешенка. Те, кто решится на организацию помещения для грибов, не пожалеют. Так как урожай будет только радовать. Им можно будет угостить родных и знакомых. Особенно, кстати, это будет в зимний период, когда в лесу их не найти. Да и тем, кто не может выехать на природу. Или же не способен отличить съедобные от ядовитого. Но любит полакомиться грибами. Они будут актуальны в любое время года. У каждой хозяйки свой рецепт. Одни их любят готовить, другие собирать, третьи кушать. А есть и те, кто вообще их не употребляет. Ну а кто грибы не любит? Да меня все любят. Не готовлю я грибы. Не готовлю. Грибы люблю и готовить. Ну собирать нет, не люблю. Готовить люблю, кушать люблю. Грибы нет, не люблю. Я их боюсь. Я собираю, мама готовит. Ну я серьезно. А какие грибы больше всего любите? Опяток. Я люблю кушать только. А собирать, где их собирать? Это надо в Куржиново ехать, в Преградную надо ехать там. А искусственно выращенные? Дочечка с магазина приносит. Езжу вот со старшим сыном Сережей. Вот мы с ним ездим. А не опасно? Ну мы знаем, что брать можно. Но если нет теплицы дома, есть еще один выход. Собранные в сезон грибы замораживают. А зимой ими лакомятся. Грибочки свежие, видите? А это что у вас за грибочки? Вот так. Это вот эти, сыниножки. Сыниножки. Да, и вот сейчас что-нибудь буду готовить. Жарить. Пирожки буду. Сегодня в ауле Хабиес открылась сельскохозяйственная ярмарка с участием предприятий из разных районов Карачаева-Черкесии. Мероприятие приурочили ко дню весеннего равноденствия, празднику который отмечается с давних времен и символизирует начало полевых работ. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Группа людей в национальных костюмах и их верный непорнокопытный друг проходит по площади районного центра вдоль торговых рядов. На столах, стеллажах и в ящиках разложены преимущественно овощи, фрукты, семена, саженцы, выращенные на сельхозпредприятиях Карачаева-Черкесии. По словам участников, они рады возможности представить свою продукцию более широкой клиентской аудитории. Собственное производство, у нас собственная выработка, мука собственного производства, продукция у нас вырабатывается из собственной муки, также отруби у нас есть. макароны собственного изделия. Сколько времени существует ваше предприятие и что изменилось с тех пор, как начинали и сейчас? Ну, многое чего изменилось за 15 лет. Я занимаюсь плотно последние 10 лет. Я начал много чего нового. Есть у меня саженцы, яблони, допустим. Десятка лучших сортов мира есть, которые входят туда. Есть шикарные сливы, осенние, весенние, зимние сорта груши. В свою очередь организаторы были уверены, что даже несмотря на в целом не ярмарочный день вторник, желающих приобрести экологически чистые товары по умеренным ценам будет немало. А уж если мероприятие приправить праздничным действом, приуроченным к началу полевых работ, количество посетителей увеличится многократно. Испокон веков наши предки как бы отмечали этот день. День, когда начинаются полевые работы, день, когда начинаются работы с садами. Как известно, наши предки были очень хорошими садоводами, очень хорошими агрономами, поэтому этот день очень сильно почитается у нас. И действительно, в этот день ценителей культурных традиций было даже больше, чем покупателей. Впрочем, музыкальное костюмированное представление совершенно не мешало людям приобретать понравившиеся товары. Свою развлекательную миссию выполнили и юные артисты, которые, несмотря на довольно прохладную погоду, продемонстрировали зрителям как свои танцевальные способности, так и знания обычаев, передающихся из поколения в поколение. Артур Махц, Мухаммед Ташибоков, Вести, Карачао-Черкесия, Хабес. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы будут до 15-20. Температура ночи минус 3-8, а в горах до 13 градусов мороза днём плюс 1-6 и местами минус 4-1. На дорогах гололедица. В Черкесске без осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы до 15-20. Температура ночи минус 4-6, днём 4-6 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Впервые в Кисловодском цирке с 12 марта. Московская шоу-программа «Джемелли». Информация на сайте циркус.дефискисловодск.ру. Телефон 2-96-58. Категория 0+. Продолжаем выпуск. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших республики составило 45 тысяч 24 человека. Из них 42 тысячи 191 выздоровели, 67 человек госпитализированы. Сегодня в Доме правительства состоялась трехсторонняя комиссия. Мероприятие проходило под председательством заместителя премьер-министра Ирины Гербековой и включало в себя флешмоб от школьников в поддержку страны и президента Владимира Путина, а также церемонию награждения победителей республиканского конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» и лучший специалист по охране труда 2021 года. Всем были вручены грамоты и ценные подарки. Заседания комиссии для регулирования социально-трудовых отношений затронули экономическую часть, где поднимали вопросы кризиса в условиях пандемии, а также санкций, введенных против России. Наша ключевая задача на сегодняшний день – создать условия для сохранения занятости и бесперепойной работы предприятий, которым необходима помощь. Для этого нами подготовлен первый пакет для поддержки субъектов предпринимательства, в который включен широкий набор отраслевых мер поддержки. «Мы привыкли работать в условиях кризиса, особенно наша республика достойно выходила, и это прежде всего благодаря руководству и правительству. Однако этот кризис, он комплексный, он затяжной, и надо очень серьезно подготовиться». В Карачае-Чуркесии завершилось первенство России по борьбе на поясах среди юношей и девушек 15-17 лет. Какие регионы приняли участие и как проходили соревнования – в репортаже Карчиби-Джиева. Борьба на поясах – один из самых древних и захватывающих видов спорта. Борцы все время поединка находятся напряжены в схватке. Техника, умения, а главное – внезапность, могут решить судьбу соперника. Ареал этого боевого вида спорта очень широк и охватывает полземного шара. К столетнему юбилею Карачаевой-Чуркесии прошел отборочный этап – формирование сборной России на первенство мира среди юных спортивных дарований от 15 до 17 лет. Само же первенство мира состоится летом в Казани в республике Татарстан. «Данное первенство проходит на высоком уровне. Карачаево-Чуркеская республика умеет проводить мероприятие такого уровня и высшего уровня. Мы года четыре назад здесь были на чемпионате России. Тоже прошло на уровне. Ну, сейчас надеемся, что побольше ребят выиграют, попадут в финал, отберутся на первенство мира. С такой целью приехали. Конкуренция очень сильная, начиная с самих хозяев». На соревнованиях участвовали 15 регионов. Со всей страны это более 200 спортсменов, прибывших к Карачаево-Чуркесию ради одной цели – победить. Как говорит главный тренер России по национальной борьбе Дахер Лайпанов, это сильнейшие и сильнейших, которые показывают все свое мастерство, которое они оттачивали годами. «Мы рады, что в Карачаево-Чуркесии, столетия в соединении Карачаево-Чуркесии такие мероприятия проходят. И огромная благодарность руководству Карачаево-Чуркесии». «Если тренируем, то несколько тренеров вместе, тогда опытом мы более делимся, и ребята растут. Вот, естественно, соревнования. Как можно больше есть встреч у них, то у них и опыта больше появляется. Вот постепенно вот так и тренируем, развиваем ребят». И наши спортсмены не остались в стороне, обрадовав жителей республики своим умением переламывать ход событий в свою сторону. Пять золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей в разных весовых категориях ушли в копилку Карачаево-Чуркесии. Теперь им предстоят долгие упорные тренировки. «Я очень рад, что я занял сегодня первое место. Я очень благодарен своему тренеру. Мне еще предстоит первенство мира. Будем готовиться. Хочу пожелать молодежи, чтобы они занимались спортом. Спорт – это здоровье». Первые и вторые места поедут на чемпионат мира в Казань, где и продолжат бороться, чтобы показать, на что они способны. Карча Биджиев, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева-Черкесия. «Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова